Такой почтовый рок. Это такой старинный русский инструмент. Это всё ручная работа. Олег Тараев приоткрыл секреты игры на старинных русских народных инструментах. Например, на жалейке, рожке ручной работы из дерева и кости, вернее рога, с очень интересным тембром звучания. А всего в ансамбле, не считая привычных, домбра, балалая, гусли и баяна, более ста различных музыкальных инструментов. Но в программу концерта вошли и вокальные произведения. А капельные произведения мне очень нравятся. Это из цикла «Военные песни», называется «Напочтальонка». Как раз в майские дни, мне кажется, это очень актуально. Ансамбль «Скоморохи» родился на берегах Невы в 1969 году. С этого времени через него прошли более 300 студентов. Да и сейчас коллектив наполовину студенческий, что не мешает «Скоморохам» гастролировать по всему миру и получать такие престижные награды, как гран-при Европейского музыкального фестиваля в Бельгии. Играть или не играть русскую музыку на Балтике, музыканты долго не сомневались. Так здорово, что есть такой фестиваль под названием «Русская музыка на Балтике». Знаете, без должной скромности, то, что мы и россияне, но то, что русская музыка будет звучать в этом фестивале. И мы постарались привести парад солистов. В программу «Скоморохи» включили произведения, специально написанные для них такими известными композиторами, как Вадим Биберган, Сергей Гаврилин, Александр Пономарев. Каждый музыкант, кроме основного, владеет двумя-тремя экзотическими фольклорными инструментами. Это позволяет использовать в одном произведении до 30 их видов. Так что со сцены филармонии звучали даже пистолетные выстрелы. Ольга Ковалева, Наталья Будник, Вестика, Ленинград.